Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев. И сегодня я хочу рассказать вам одну легенду. Легенда очень простая и очень широко известная в Америке. Особенно в Коннектикуте и, как говорится, в американских штатах. Раньше существовала колония, все её знают, да? Все наслышаны про эту колонию. Колония называлась Салем. Очень наслышаны про неё, да? Но многие не знают, какая же легенда там произошла и что по-настоящему произошло. Как же казнили ведьм? И кто же их предал? Всё очень просто. Легенду я назову 13 ведьм. Произошло это очень в тяжёлые годы, когда церковь и христианство, так сказать, католицизм, разные секты боролись за власть в этой колонии. Колония состояла из богатых людей чаще. Пуритан их ещё называли. Пуритане очень были характерные. Они занимались властью. Им постоянно кто-то должен был быть крайним. Ну, естественно, язычники туда тоже приехали и жили там. Борьба была между французами, так сказать. Французы нападали на Салем-колонию. С другой стороны, лесные чаще индейцы. Харум их ещё называли иногда кто-то. Кто-то бы оговаривал, что некоторые женщины собирались, потому что мужчины слишком часто были в тавернах и напивались, были в борделях. И некому было заниматься культурой особо, заниматься развитием духовным. Церковь промывала мозги, хотя храм существовал, но он был создан не для этого, а создан был для того, чтобы найти крайних всем ихним бедам, как говорится, кого-то ж надо было обвинить. И был круг Шабаша определённый, приехавший из Англии. Шабаш я не буду называть, как назывался, но пуританские ведьмы себе показали хорошо. Они добрались до власти, но потом их слишком много стало, женщин и мужчин. Не думайте, мужчины тоже могут быть ведьмами, ведьмаками. И там это было. Самая главная проблема заключалась в том, что была опасность засветиться, и был большой накал сильный в это время. И много уже полегло старых ведьм, и много уже убили. Тогда верховная ведьма приняла решение, нужно выдать своих, чтобы спасти, так сказать, остатки Шабаша, которые уже церковь выслеживала и следила уже по полной, уже даже невозможно было в лес пройти и сделать ритуалы на кладбище, допустим, ещё где-то. И чтобы дать свободу, нужно людей было отвлечь на крайних. И пришлось Шабашу выдать самых бедных ведьм, пуританов. Тогда колония Салима из Шабаша отделилась, и выбрались 13 ведьм. Самых чистолюбивых, чистых, белых, не чёрных, не некроманток, без индейских корней даже. Так как уже виселицы все были сожганы, как говорится, из-за войны, фанатики церковные просто повесили их на гигантской яблоне. И там они висели до конца развала плоти и тело, гнили их, поедали вороны. Таким образом, Шабаш Салима спасся и скрылся в тени. Никто никогда не догадался, что они выдали самих своих же участников. Поэтому по легенде в праздник 1 мая они начинают мстить своим же ведьмам. Так ведьма, вы ли, или вы всего лишь копия и играете роль? Всем удачи и успеха! С вами был Александр Печев. Удачи вам! Надеюсь, легенда была для вас полезна. Не выдавать своих и не предавать. Месть будет страшной. Удачи! С вами был Александр Печев.